Музыканты, композиторы Музыканты, композиторы Музыканты, композиторы Музыканты, композиторы Это в общем понимании, то есть это именно игры, развлечения в чистом виде. Есть education, это в чистом виде образования, есть edutainment, это вот совмещение как раз игр с образованием. Обучение, оно может быть разным, то есть обучение может быть чисто предоставление каких-то фактов, а может быть обучение человека думать, принимать решения. Это, в общем, тоже в каком-то смысле обучение, и, кстати, игры в этом смысле очень большую роль играют. Ну и еще там обучение спинно-мозговым рефлексом, это тоже так или иначе обучение, я не думаю, что оно очень полезное, но хотя, в общем, все зависит от того, чем человек собирается заниматься в дальнейшем. В прошлом году хитовой игровой технологией были трехмерные ускорители, а чего нам ждать в этом? В прошлом году реально появились трехмерные акселераторы, они появились в продаже и стали массовыми. В этом году, я не думаю, что будет какой-то радикальный прорыв, то есть развитие скорее будет экстенсивным, нежели интенсивным, будет более мощные графические акселераторы, станут более массовые звуковые трехмерные акселераторы, будут более мощные процессоры, будут, не знаю, более качественные мониторы, что ли, и так далее и тому подобное. Интернет – одно из направлений, которое, безусловно, будет развиваться очень интенсивно, но, опять же, оно начало развиваться достаточно давно, и в этом году, хотя и произойдет некий перелом, то есть там будет достаточно бурный рост, но он не будет чем-то таким взрывообразным, как это, например, было в этом году с трехмерными акселераторами. Сергей, спасибо, что приняли участие в нашей передаче. Было бы любопытно дожить такого времени, когда дети в школе будут учиться, играя в компьютерные игры. Мне тоже очень приятно, что вы к нам заехали. Спасибо большое, надеюсь вас видеть еще раз.